Медики Гомельщины протягивают оказывать допомогу хворым на COVID-19. В червоных зонах працуют десятки медиков. Наши корреспонденты наведали областную клиническую больницу. Сегодня в отделении реанимации областной больницы 24 месяца. В разные часы они то были заняты полностью, то выкаристовывался только частка ложков. На начале сентября в Воголе был период, когда на протяжении дня в реанимации не было ни одного хворого. Загадчик отделения Сергея Мурашко каже, что когда пациент трапляет сюда своечасово, его можно вылечить. Иншая справа, что до ковидных хворых необходимый особенный подход. Как правило, эти пациенты с повышенной какой-то тревожностью, поскольку, наверное, есть неопределенность и страх в плане исхода заболевания. Поэтому большинство из них требует применения каких-то сидирующих препаратов. Плюс многие пациенты находятся еще на том или ином методе респираторной поддержки, что тоже довольно переносится тяжело. Каждому свой подход. Кого-то можно уговорить, кого-то можно только запугать, кого-то заставить. У Адрозни, не отпершие хвали коронавирусу, сегодня отделение реанимации областной больницы полностью забеспечено всем необходим надлеков до индивидуальных сродков обороны. Иншая справа, что зараз сами медики стали относиться до захворывания больше спокойно. При наведывании червонной зоны они полностью заховывают у семьи рыбеспеки. Але хваливания у зауластной здоровья стало значно меньше. Известно, когда мы вообще снимем эти комбинезоны, но это уже как обычная работа, как обычная форма. Мы уже точно так же их сейчас одеваем и идем. Страшно было в начале, когда никто ничего не знал, когда ты его одевал первый раз и не знал вообще, как ты будешь в нем находиться, как тебе будет дышать, как вообще твое состояние будет, как ты сможешь в нем работать. Естественно, что в респираторах и в комбинезонах работать сложнее, чем в обычной форме. Сегодня специалисты выявляют в разных краинах света новые мутации коронавирусу. При одночасовой распроцовке рекомендаций по боротьбе с ними. Медики Гомельщины кажут, что в любой ситуации будут протягивать, смагаться за здоровье людей. В результате, как у всякой пандемии, это обовязково повинно закончиться. В конце концов, должен коронавирус где-то замутировать и, надеюсь, погибнуть в какой-нибудь эпидемиологической канале.